и снова всем привет с вами роман канал red decoration буквально пару дней назад разговорились с одним парнем по телефону когда он делает венецианку у него на венецианке идут подрывы вот я сейчас сделаю небольшую такую арочку еще раз сниму сниму как я наношу последний слой два первых слоя я уже нанес нанес как обычно и сейчас буду наносить последний третий слой и немножко более подробно остановлюсь как я его наношу насколько я развожу венецианскую штукатурку водой саму модельную массу и как буду покрывать воском я постараюсь оттуда поставить камеру у меня там здесь окно не здесь а там окно и я думаю что вам будет видно и немножко постараюсь более подробно рассказать значит сама венецианочка у меня вот здесь вот ведерки крышку я постоянно мою чтобы туда мусор не падал просто на краях вот здесь немножко значит первые два слоя я нанес она была вот такая вот густая видите да а для третьего слоя сейчас я буду добавлять водички и делать ее пореже чтобы вы видели на какой состав консистенции я ее развожу мне много не нужно поэтому я буду размешивать только сверху обычная чистая вода потому что необходимо последний слой сделать хороший границ вот для того чтобы она хорошо наносилась и и необходимо сделать пореже до такого состояния как краска это еще на густая немножко сейчас еще чуть-чуть добавлю далее в процессе работы когда я вот так вот развожу венецианочку сверху да и я смотрю она загусла ну верхний слой отобрал слюдерка да и во время работы могу водички еще добавлять чтобы она была жиденькая для последнего слоя гораздо лучше получается глянец потому что спрашивали разводить можно водой или нет вот до такого состояния я не развожу венецианочку ну как краска вот и вот такую вот и и уже наношу вот так вот я переставил камеру я буду наносить отсюда ну когда здесь буду проходить я вам буду рассказывать не знаю на старался так настроить чтобы именно вот этот участок вам было хорошо видно инструмент у меня очень чистенький и венецианская штукатурочка у нас жиденькая как бы показать чтобы было видно вот такая как жидкая краска но я начинаю наносить сверху сюда дойду я вам буду говорить так я дошел до этого участка видите вот она жидкая такая и наношу так чтобы наплывал вот таких вот уже не было то есть если они где-то получается их необходимо сразу же снимать не ждать там 5-10 минут даже 30 секунд не ждать ну например вот остались такие небольшие наплывы необходимо моментом снять чтобы когда проводите рукой вообще не не было такого ощущения что где-то что-то неровное венецианочка должна быть гладкой сразу же если она не гладкая значит где-то чуть больше нанесли и хорошо не сняли ну вот нанес наверное пол квадратного метра ну будем так считать потому что здесь арка и сразу же вот кельму я вытер она чистенькая и плотно хорошо с прижимом с таким усилием приглаживаем ее сразу же полируем но называют что мы ее полируем но реально пока она мягкая она не застыла мы ее просто уплотняем и тогда у нас не получается такие на при наплывчике шероховатости и поверхность получается гладкая вот если я провожу рукой я абсолютно ну провожу сейчас как по стеклу я продолжаю наносить немножко ниже я правда не вижу где я закончил вот здесь вот здесь немножко у меня подсыхает потому что еще полировать рановато в принципе я могу таким способом этот проем арочный нанести до конца и затем уже ее полировать и так проема я нанес полностью вес до низу инструмент вытираю вот нечистая тряпочка у меня есть и еще дальше уплотняю видите подрывов нет и пару раз кельмой когда я провел обязательно вытираю инструмент чтобы он был чистенький ну вот можно считать что вот это вот глянец который уже и останется и он меня полностью устраивает если провести рукой абсолютно гладкая поверхность вот видно да отражение это еще пока без воска я переставил камеру туда потом возможно еще поставлю с той стороны чтобы было видно и вот полностью стены все еще я прохожу контролирую потому как мне самому не было видно камера здесь стояла хороший глянец вот так вот ну насколько смог показал полностью меня устраивает этот вариант завтра еще покрою воском ребята у вас возможно возникают подрывы может быть вы не грунтуете поверхность перед нанесением венецианки не даете материалу хорошо высохнуть сейчас на улице жара в помещении жарко градусов 30 но все равно я нанес один слой следующий на нашу через шесть часов а реально на практике его наношу через день то есть на следующий день спешить здесь не надо каждый слой должен хорошо высохнуть попробую показать глянец отражение реально видно вот так вот получилось вот хорошо видно по ведру попробую показать сверху вот на верхнем откосе очень хорошо видно вот так она получается у нас вот это вот сторона видно значит воск у меня ребята это колорифика венециана вот такой вот мыльный для внутренних работ он предназначен вот такой вот воск ну и воск я наношу просто шпателем положил снял вот так вот наношу не делает он никакого рисунка абсолютно не знаю почему говорят что воск надо наносить так же движениями как венецианку потому что остается рисунок ничего не остается во всяком случае у меня я не знаю если вам видно как я нанес там но немножко поверхность становится матовой и ждем приблизительно минут пять пускай подсохнет ну и вот прошло наверное минуты три может пять нет пять не прошло и обычная тряпочка и глянец сразу же появляется ну конечно становится меньше видно сам рисунок венецианке даже без разговоров без воска без этого лучше видно все таки вот эти все мазки но так поверхность становится более зеркальная зеркальная вот и все ну вот так вот получилось это я с другой стороны снимаю так вот я постарался по максимуму увеличить и показать вам как наношу последний слой венецианской штукатурки и как наношу воск надеюсь видео было полезным ставьте лайки оставляйте комментарии спрашивайте что вас интересует и такое видео обязательно появится не забывайте подписываться на канал чтобы увидеть первыми новые видео всем вам удачи и добра что 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 Субтитры подогнал «Симон»!